Всем привет! С вами канал Кузница Фактов. Как часто на дорогах водители совершают добрые поступки? Если задуматься, то вспомнится больше неприятных моментов на дороге, нежели тех, о которых с гордостью и улыбкой можно рассказать. Эти водители лишний раз показали свое неравнодушие и отвагу. Рассмотрим топ-10 достойных поступков на дороге. Спасение бабушки с внуком. Эта история произошла в Армавире и была снята на видеорегистратор. Автомобилист начал свое движение. Впереди него ехала машина черного цвета. Перед светофором водитель, производивший съемку, решил прибавить скорость и обогнать впереди едущий автомобиль, чтобы успеть на зеленый сигнал светофора. Но совершить обгон ему не удалось. Спустя мгновение водитель приоры резко свернул влево. Как оказалось, дорогу в неположенном месте перебегала бабушка с внуком. Автомобилист пожертвовал собственной машиной для сохранения жизни пешеходов. Спасение дикого лиса. Это захватывающее видео было снято в Аргентине. Кто знает, что случилось бы с рыжей плутовкой, если бы отважный шофер вовремя не пришел ей на помощь. Водитель грузовика остановился на отдых, когда обратил внимание на рыжий шар, катившийся по земле. Он подошел поближе и понял, что голова животного застряла в коробке из-под молока. Водитель вернулся к машине, чтобы взять телефон и пару перчаток. И таким образом появилось видео спасение лисы. Ему потребовалось около двух минут, чтобы спасти бедное животное. Спасение ребенка из машины. Водитель автомобиля двигался по одной из первоуральских шоссе, когда заметил на обочине автомобиль, попавший в ДТП. Он остановился и решил посмотреть, есть ли в машине пострадавшие, которым нужна медицинская помощь. Как выяснилось, в салоне находилась мама с ребенком. В результате аварии была повреждена дверь, ее нельзя было открыть с салона. Неизвестно, сколько бы еще пострадавшие пробыли в машине, если бы на помощь не пришел этот добрый водитель. Спасение детей. Ролик был снят на камеру видеонаблюдения, которая находилась возле одной из автомастерских Индонезии. Мужчина чинил мопед. Неподалеку от него находилось двое детей, которые мирно прогуливались по территории мастерской. Услышав гул мотора, мужчина внезапно обернулся. За долю секунды он успел среагировать, схватил детей и отпрыгнул назад. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и слетел с трассы. Доля секунды отделяла детей от неминуемой гибели, но, к счастью, никто не получил ни единой царапины. Помощь дедушке. Этот трогательный случай произошел в Уфе и был снят на видеорегистратор одного из автомобилей. Две машины двигались по дороге. Один из автомобилистов остановился перед дедушкой, который поскользнулся и упал. Добродушный водитель не стал продолжать дальнейшее движение. Он вылез из своего автомобиля, подошел к старику и помог ему подняться. После этого также оказал помощь в переходе на противоположную сторону дороги. Помощь байкера. Двигавшийся по дороге байкер остановился перед белым спринтером. В результате технической неисправности автомобиль заглох на перекрестке и мешал продолжать дальнейшее движение. Вместо того, чтобы объехать препятствия или дождаться, пока транспорт уберут с дороги, байкер заглушил двигатель. Он подошел к неисправному автомобилю и помог пострадавшему водителю убрать машину с проезжей части. После этого сел на мотоцикл и поехал дальше. Помощь водителю. Этот трогательный случай помощи произошел в Тюменской области. Перед водителем, производившим съемку, ехал красный Жигули. Движение происходило зимой, поэтому дорога была скользкой. Водитель Жигули притормозил, собираясь совершить поворот налево. Убедившись в том, что совершению маневра ничего не мешает, он решил возобновить движение, но не смог. Машина упорно не хотела ехать из-за гололеда на трассе. Тогда водитель автомобиля, находившегося сзади, вышел из транспортного средства и помог Жигули сдвинуться с мертвой точки. Помощь собаке. Эта история произошла в Калининградской области и попала в объектив видеорегистратора одного из участников дорожного движения. На обочине продолжительное время стояла собака. Она хотела перейти проезжую часть, но плотный поток движущихся автомобилей не давал ей этого сделать. Собака бы еще долго ждала подходящего момента для совершения перехода, но ей на помощь пришел сотрудник дорожно-патрульной службы. Он вышел на проезжую часть, остановив движение, после этого показал жестом собаки, что путь свободен. Та его поняла и спокойно перешла дорогу. Помощь девушке. Эти кадры также были запечатлены на видеорегистратор. Прохожие помогли девушке предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Женщина припарковалась у края проезжей части, вышла из машины и направилась по своим делам. Но вот только ручник зажать забыла. Неприятности не заставили себя долго ждать. Машина сразу же начала скатываться со склона. На помощь девушке подоспели мужчины, проходившие неподалеку. Общими усилиями им удалось остановить движущийся автомобиль за несколько десятков сантиметров до столкновения с другим транспортом. Храбрый водитель. В Геленджике водитель бетононасоса потушил горящий на трассе автомобиль, пока пожарные пытались приступить к работе. Водитель пострадавшего автомобиля не смог открыть капот из-за огня через радиаторную решетку. Тушение поверх капота результата не принесло, написал автор видео. Проезжавший мимо бетононасос увидел на обочине полыхающую легковушку и, несмотря на предостережение полиции, принялся самостоятельно устранять возгорание. Пока работники экстренной службы раскатывали пожарные рукава и пытались разобраться, куда же подавать воду. Храбрый водитель бетононасоса, несмотря на опасность взрыва, ликвидировал возгорание своими силами. А с вами был канал Кузница Фактов. Пишите в комментариях свои идеи для новых выпусков. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажать на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о новых выпусках. Всем удачи, пока!